Друзья, всем привет! Каждый год компания Xiaomi радует нас своим новым фитнес-трекером, а именно Xiaomi Mi Band. Сегодня поговорим про шестое поколение этой штуки. Меня зовут Максим, вы на канале Диомикс Лаунж. Будет очень интересно. Начинаем, поехали! Итак, я вам расскажу все слухи, которые есть на данный момент относительно Mi Band 6. Начнем с того, что называться он будет Mi Smart Band 6. То есть вот такое у него будет название, и, естественно, там будет достаточно много новых фишек, о которых мы сейчас поговорим. Давайте начнем с внешнего вида. Уже удалось найти новые циферблаты, и они обладают повышенным разрешением. Что это значит? Либо у нас возрастет диагональ дисплея, либо плотность пикселей та самая PPI. И то, и то хорошо, потому что если возрастет PPI, то будет более четкая картинка, а если возрастет диагональ, то будет более читабельна информация. Я напоминаю, что сейчас в Mi Band 5 устанавливается дисплей диагональю 1,1 дюйма, OLED, конечно же. И, в принципе, наверное, было бы логично, если бы он чуть-чуть увеличился. Что по функциям, которые будет нам предлагать Mi Band 6? Конечно же, нам обещают туда завести GPS для отслеживания тренировок. Это очень удобно для тех, кто занимается бегом, чтобы корректнее данные записывали. Ну, еще нам туда обещают завести датчик для отслеживания уровня кислорода в крови. Несмотря на то, что он есть в Mi Band 5 с NFC, здесь обещают его завести для всех версий. Но раз уж мы затронули эту тему, то опять обещают две версии с NFC и без NFC. Не совсем понятно, будут ли на международный рынок поставлять версию с NFC. Потому что, как мы с вами знаем, есть версия специальная Mi Band 4 для Украины и для России, где это все работает. Но вот здесь вот пока непонятно. Ждем какой-то дополнительной информации. Ну и, кстати, чтобы ее не пропустить, когда она появится, а она обязательно появится, и мы сделаем по ней ролик. Вот там вот внизу подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокол. Тогда YouTube пришлет вам уведомление с выходом нового ролика. Теперь в Mi Band будет 30 видов тренировок, то есть плюс 19 видов тренировок появятся, потому что в Mi Band 5 их было всего лишь 11. Утекла картинка, в принципе, с видами этих тренировок. Там есть совсем экзотические и есть, в принципе, более-менее стандартные. Например, туда добавили танцы, зумбу, баскетбол, кикбоксинг и даже пилатес. Ходят слухи, что туда могут добавить некий режим концентрации, когда устройство специально отключает уведомления сначала, чтобы вы могли поработать, а потом, наоборот, вам говорят, типа, 25 минут отдохни, не напрягайся, не делай никакую работу. Это специально, скажем так, есть такая техника, и вот ходят слухи, что ее в одном из режимов на Xiaomi Mi Band 6 внедрят. Ну и также ждем внедрения возможности ответа на телефонные вызовы с помощью сообщений. Я поясню, что имею в виду. Когда вам приходит звонок, вы его сбрасываете, и вместо того, чтобы просто его сбросить, вы отправляете собеседнику сообщение, типа, сейчас не могу разговаривать, лучше там напиши мне, и я тебе потом перезвоню. Это классная функция, надеюсь, что внедрят. Что по срокам выхода? Традиционно Xiaomi выпускает Mi Band летом, и в прошлом году он вышел в июне, в конце июня именно версия без NFC, а версия с NFC появилась у нас в августе. В этом году, в принципе, ничего нового не ожидается, также ждем Mi Band в июне, в июле этого года. Ну и по стоимости ходят разные слухи, но в целом я так почитал и посмотрел, что сходится на том, что где-то в районе 40 долларов будут стоить версии, может 40-45, в зависимости от того, будет это версия с NFC или без NFC. Еще раз надеюсь, что версия с NFC уже будет поддерживать глобальные платежи, и в принципе в любой стране можно будет так или иначе ей расплачиваться. Надеюсь, что это завезут, будет это очень круто. В остальном Xiaomi традиционно предлагает нам классный гаджет за небольшие деньги. Еще раз за те деньги, которые он продается, это порядка 2-3 тысяч рублей. И, наверное, это лучший фитнес-браслет, лучший браслет с уведомлениями, который только может быть, потому что аналоги стоят дороже. Да, это не умные часы по типу тех же Apple Watch со знаменитой Apple-овской экосистемой, но, тем не менее, Xiaomi отлично работает и с айфонами, и с андроидами. И недаром этот фитнес-трекер заслужил прям такое большое уважение и любовь со стороны народа к себе. Если же этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Конечно же, вот там внизу обязательно подписывайтесь на канал, как я уже говорил, жмите на колку, чтобы ничего нового не пропустить. И, естественно, там же еще чуть ниже, пишите в комментариях, ждете ли вы Mi Band 6, будете ли брать, или, может быть, вы сейчас пользуетесь Mi Band 5, Mi Band 4, и вас все устраивает, обновляться вы не будете. Будет тоже очень интересно с вами подискутировать. Конечно же, как обычно, вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели. А вот сюда кое-нибудь жмите, чтобы подписаться на канал. А с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok